после того как вы загрузили то есть импортировали ассет в свой проект создайте новую сцену и добавьте туда один из шаблонов интерфейса инвентаря на любой вкус я буду работать в интерфейсе ифти добавили итак у нас в цене появился шаблон инвентаря вместе с главным меню давайте теперь настроим так стать еще добавьте сцену так как я ко мне здесь как бы это не звучало добавьте в сцену сцен так такая площадка где мы будем ходить выбирать подбирать предметы и тому подобное теперь приступим к настройке после того как вы все загрузили перенесли сюда шаблон инвентаря вам надо проверить первое это горячий клавиш заходите открываете project settings и тут добавляете клавишу W эта клавиша нам нужна когда мы будем работать системой unlock когда мы будем перемещать первое отмечку по нажатию клавиши W вы можете это все настроить на свое усмотрение как вам удобно так добавили дальше второе что нам надо необходимо это посмотреть какие у нас теги на сцене так второе что необходимо сделать это проверить какие у нас назначены теги сцене для этого выбираем какой предмет или геймончик переходим во вкладку inspect нажимаем на тег от тег и смотрим вот примерно такой список тегов у вас должен быть на вашей сцене или вашем проекте так посмотрели следующее надо посмотреть какие у нас слои для работы с инвентарем системы айси мэм нам надо шесть 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 слоев так скажем по порядку называемых да порядок очень важен потому что если вы измените порядок некоторые 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 гейм-объекты будут ссылаться уже они же ссылаются по номерам так что учитывайте ну что я имею на например то я давайте поменяем скажем player поставим вот сюда поэтому оставим пустын и появились да вот пустое потому что он его не видит нет вернее видеть слой но имя слоя не назначен соответственно порядок очень важность проверьте и порядок так первый тлеер второй вэпомодинг айтенс хрисдин привил твой вендор inspect unlock render так когда вы это все сделали посмотрели проверьте где находится наш игрок в данном случае где-то непонятном месте поэтому его принесем на сценку нашим так настроенному камеру и запустим нашу игру да на я забыл сделать удалите камеру которая автоматически добавляется на дефолтную сцену добавьте even system и попробуйте еще так как кое-что мы забыли сделать так закрываем это все не надо посмотрим тлых на стоит руд спал на самом деле на самом деле параметра root айтем спал или world вы можете назначить всего любым когда мы будем выкидывать предмет из инвентаря он будет прикрепляться к этому к этому геймомптику для чего это надо да чтобы была какая-то структурированность чтобы предметы не были разбросаны по сцене то есть это один предмет там другой время там был все будем собирать в одном месте это очень удобно так пойдем дальше посмотрим фпс камера у нас стоит main камера так все стоит поднимем выше может он застрял и давайте проверим еще раз так вот как ходить можем нажимаем ай у нас открывается инвентарь да кстати в правом нижнем углу экрана вы видите подсказки с горячими клавишей нажимаем ай смотрим все можем вытащить все работает да если вы получили вот такую ошибку дефир выручил у твой молнии руту мидер лайтер с даже макси сениму это значит то что потеряна связь на вещи которые были прикреплены к этому как окно это легко исправить достаточно перейти во вкладку game prefabs выбрать более соответствие с окошком посмотрите название и переместите туда объект давайте заранее еще проверим все остальные окошки так вот здесь нету перемещаем перемещаем пойдем дальше есть 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 так видим здесь нет так вот это куда-то пропало это и вот и давайте еще раз прийти и запускаем так все работает 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 вот это работает 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 так это работает пойдем дальше посмотрим работает ли у нас модный системе все работает прекрасно ну все на этом видео урок закончен до следующих встреч